Ни ранний подъём, ни моросящий дождь не пугают тех, кто твёрдо решил взять талон ребёнку на приём к стоматологу в детскую поликлинику на Карла Маркса. Возле здания не так уж и много людей. Но это далеко не все желающие. Основная очередь сосредоточена в холле. К ожидающим периодически подходит медицинский персонал, измеряя температуру и проверяя наличие масок. Талонов на всех не хватит. Несмотря на это, все терпеливо ждут. Никто не шумит и не возмущается. Надежда умирает последней. Я приехала в 6.30. Ну, надеюсь, что, может, талончик я сегодня всё-таки возьму. Лекарства ребёнку заложили месяц назад. И вот целый месяц мы не можем взять талон на лечение к врачу. Раньше при школах были стоматологические кабинеты. Это очень упрощало жизнь. Дети обследовались постоянно, и можно было на месте полечить зубы. Со старшим ребёнком мы так и лечили зубы. А сейчас таких кабинетов нет. Но приходится только обращаться сюда. Людей очень много. И на улице, и внутри. Вообще сложно сказать, чем решить такую проблему. Стоматологические кабинеты в каждой поликлинике до метасмотра сделать. Хотя бы. Хотя бы для метасмотра. С 6 утра пришла. Уже было человек 15 передо мной. Люди раньше ещё пришли. Если раньше мы приезжали с детьми и просто проходили профосмотр, то теперь приходится прийти заранее, чтобы взять этот талон. Это очень неудобно. И надо встать в 5 утра, чтобы сюда попасть. Жалобы только на нехватку талонов. В адрес врачей и персонала претензий нет. К обслуживанию претензий нет. Вот единственное, что напряжёнка такая с талонами. Я многодетный отец. У нас пятеро детей. Все врачи хорошие. Здесь вот, что можно сказать, это очень хорошее. И Суходольская очень хорошее. Ворубьёва, Коржакович, по-моему. Люди, которые живут этим. И действительно, специалисты здесь, что называется, от Бога. Делают всё, что в их силах и даже больше. Самое важное врача – это, наверное, терпение и умение найти подход к ребёнку. Быть психологом на своём рабочем месте, потому что каждый ребёнок по-своему индивидуален. И заходит каждый раз новый пациент. Надо посмотреть на него, найти с ним общий язык. И когда доктор находит общий язык, уже тогда работа складывается и с ребёнком, и с мамой. Понятно, что проблема не в качестве, а в количестве персонала. И особенно остро она ощущается сейчас, в период летних каникул. Ведь, к примеру, сейчас на 75 тысяч детского населения Бреста в поликлинике работает всего 4 врача, 4 фельдшера и 2 хирурга. Плановая мощность посещения, так скажем, у нас в поликлинике – это 200 посещений. Но, так скажем, по факту это 280 посещений. А профосмотры ещё, так скажем. У нас порядка 250 профосмотров только в день – это сейчас. А раньше, когда была бесталонная система по профосмотрам, 250 профосмотров в смену было. Поэтому, естественно, врачам одолеть это всё очень сложно. В прошлом году у нас, в общем-то, 5 человек врачей ушло в декретный отпуск. Плюс ещё до этого были декретные отпуска и накопилось значительно вакантных мест. Семь декретчиков у нас, но это ставки как бы не вакантные, а не декретные. Ну и порядка трёх врачей мы бы, наверное, приняли так бы на постоянное место работы. И это нонсенс. Свободно полностью три вакансии. Ещё семь врачей требуется на место декретных отпусков. Врачей не хватает катастрофически. Ситуацию пытаются разрулить другим способом. У нас имеется приказ центральной поликлиники о переносе, так скажем, взрослого детского населения старшей группы, это население от 15 до 18 лет, во взрослые поликлиники. В принципе, это порядка 10 тысяч детей. Насколько нас это разгрузит на сегодняшний день, сложно дать ещё оценку, поскольку у нас имелась предварительная запись, и этих детей мы всё равно ещё пока долечиваем. Поэтому делать выводы пока рано. Оказалось ли это мера действенной, покажет время.